Сегодня в региональном парламенте состоялась заключительная в текущем году сессия, на которой были внесены поправки в окружной закон о региональном бюджете на 2019 год. Кроме того, во втором и третьем окончательном чтениях депутаты окружного собрания приняли главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период. Как отметила вице-губернатор Ненецкого округа, руководитель окружного профильного департамента Татьяна Лагвиненко, необходимость внесения изменений в закон об окружном бюджете на текущий год и плановый период обусловлена в том числе включением в доходную и расходную часть бюджета федеральных средств, увеличением бюджетных ассигнований на субсидии сельхозпроизводителям и предприятиям торговли. Основные характеристики утверждены по доходам в размере 22,6 миллиарда рублей, расходы 24 миллиарда рублей. Дефицит составит 1,4 миллиарда. По изменениям расходную часть бюджета были приняты и рассмотрены бюджетные заявки от всех главных распорядителей бюджетных средств, в том числе направленных на финансирование расходов, которые возможно провести в текущем финансовом году до конца года. В том числе по департаменту образования предусмотрено дополнительно 24,5 миллиона рублей на выполнение майских указов по уровню зарплаты в бюджетных учреждениях и на возмещение недополученных доходов учреждениям доп. образования. По департаменту природных ресурсов увеличено на 34 миллиона субсидирование переработки молока, на 25 миллионов субсидирование реализации мяса оленины и на 8 миллионов субсидирование на строительство объектов торговли. По департаменту здравоохранения увеличены на 57,5 миллионов рублей компенсационные социальные выплаты для многодетных семей взамен земельных участков. Комментируя принятые поправки, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что окружной бюджет продолжает оставаться социально ориентированным. Я хочу только напомнить некоторые цифры. Образование у нас финансирование порядка 6 миллиардов рублей, если точнее говорить 5,9. На культуру 1 миллиард рублей, здравоохранение 2,5, социальная политика 3,3. Фактически это то, что мы говорим, 176 мер соцподдержки. В совокупности это примерно половина нашего бюджета. Другая часть бюджета это наши стройки, инфраструктурные проекты, о чем говорил Александр Лутович Цибульский. Здесь мы тратим порядка 5 миллиардов рублей. Мы поддерживаем наших предпринимателей, малый и средний бизнес. Поддержка она где-то в пределах 200 миллионов рублей. Очень важная составляющая сельское хозяйство. Здесь общая суммарная поддержка составляет порядка 720 миллионов рублей. Александр Лутовинов подчеркнул, что работа над бюджетом велась в течение всего года, с учетом дополнительных налоговых и неналоговых поступлений. Мы продолжаем решать вопросы по недопущению роста расходов населения Нинска автономного округа. Это очень важно, потому что вся дотационная политика и адресная помощь, она у нас как была, так и будет на ближайший и перспективный период. Это связано в том числе и с коммунальными услугами, свет, тепло, вода. Вот на эти цели мы расходуем 1 миллиард 140 миллионов по прошлому году. Эта работа будет продолжена. К этой сумме в 2020 году добавятся расходы по расходам на льготы, по твердым коммунальным отходам, о чем сегодня было уже депутатами заявлено. Это новый вид расходов и весьма существенный. Поэтому сейчас заложено в бюджете порядка 200 миллионов, но на перспективу эта сумма далеко не последняя, она возрастет кратно. И поэтому мы должны понимать, что это наша общая задача, как и общегосударственная. Мы должны заботиться об экологии Арктики. На этой же сессии был утвержден главный финансовый документ региона на 2020 год и плановый период. Как отметила председатель постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, параметры бюджета округа на 2020 и 2019 год практически одинаковые. В прошлом году было заложено первоначально 17 миллиардов, и доходная часть, и расходная 19, и в этом году практически те же параметры. Но если в бюджете предыдущего года мы закладывали федеральные средства 800 тысяч, то в этом году, на 2020 год уже миллиард 200. И администрацией с губернатором была проделана очень хорошая большая работа. И в 2019 году практически 3 миллиарда 100 это были федеральные средства, которые, как и сказали, часть средств это 2 миллиарда. Да, 2 миллиарда практически было направлено на дорогу на Ринмар-Усинск, а остальное на объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. А в этом году мы предполагаем, что такая же работа будет продолжена. Таким образом, доходы окружного бюджета в 2020 году запланированы в сумме чуть более 17 миллиардов рублей. Общий объем расходов утвержден в сумме 19,4 миллиарда. В структуре расходов окружного бюджета по функциональной классификации наибольший удельный вес в 2020 году составляет расходы по разделам образования 26% или 5 миллиардов 97 миллионов рублей, национальная экономика 22% или 4 миллиарда 227 миллионов рублей, социальная политика 18% или 3 миллиарда 415 миллионов рублей, жилищно-коммунальное хозяйство 10% или 1 миллиард 864 миллиона рублей, здравоохранение 9% или 1 миллиард 725 миллионов рублей. В целом, как подчеркнула заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко, на социальную сферу будет направлено 58% окружного бюджета. На инвестиции запланировано 2,5 миллиарда рублей, в том числе на приобретение и строительство жилья, социальных объектов, реконструкцию улиц и дорог. Бюджет запланирован в программном формате, отметила вице-губернатор. 98% средств будет направлено на реализацию 25 региональных программ. Кроме того, продолжится работа по 31 региональному проекту в рамках нацпроектов. На эти цели предусмотрено чуть более 3 миллиардов рублей. Как отметила Наталья Кордакова, после принятия законопроекта в первом чтении, работа по рассмотрению расходов продолжалась больше месяца. Очень много возникает вопросов непосредственно тем сельхозпроизводителям, которые у нас работают, малому и среднему бизнесу. Поэтому по малому и среднему бизнесу, для того, чтобы он в дальнейшем развивался, очень важно, что со следующего года, с 2020 года, для всех сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, цена на электроэнергию в сельских населенных пунктах значительно снижена. Если себестоимость практически сегодня составляет 52 тысячи рублей за киловатт, то будут оплачивать всего 8 рублей за киловатт. По сельхозпроизводителям также мы предполагаем, ну и принято у нас сегодня закон по развитию сельхозпроизводства в Ненецком автономном округе. В первом чтении мы приняли, я надеюсь, что до второго чтения, как было предложено депутатам, депутатами, будет, значит, непосредственно все саккумулировано в одном законе, то есть это рамочный закон, но он будет предполагать, что вся аккумуляция и будет подробно понятно, каким образом происходить будет у нас развитие сельского хозяйства в нашем населенных пунктах. В общей сложности сегодня на сессии было рассмотрено 15 вопросов. В завершение спикер регионального парламента Александр Лутовинов поблагодарил всех за совместную работу, отметив, что очень важно администрации и депутатскому корпусу качественно отработать в следующем году, чтобы все запланированные инвестиционные программы, социальные обязательства и поддержка муниципальных образований были выполнены в полном объеме.